В наше время существует множество самых различных видов связи, от интернета до мобильных телефонов. А между тем, в недалеком прошлом связь в море армии с геологическими и полярными экспедициями осуществлялась телеграфом с использованием азбуки Морзе. Способность быстро передавать морзянку ключом и принимать ее на слух тогда высоко ценилась. Сейчас скоростная радиотелеграфия развивается не так бурно, как хотелось бы. Однако белорусы в этом плане приятное исключение. На 11-м мировом форуме по радиоспорту, который проходил в Болгарии в начале осени, 14-летний Роман Филанюк сходу взял 4 золота в своей возрастной группе и стал шестым в общем зачете. Если мальчику победы достались относительно легко, то Анастасии Сицко пришлось во взрослом зачете куда сложнее. Тем не менее, девушка смогла превзойти все ожидания и, передав 16 знаков в секунду, обеспечила себе золото. Попала я сюда, у нас получается тренер перешел в школу, набирал группу новую, услышала, увидела, что у меня есть потенциал и пригласила сюда на тренировку. Это было 9 лет назад я уже хожу. Уже мастер спорта добилась, ездила в этом году на чемпионат мира, выиграла в одном из видов, стала чемпионатом мира в этом виде. Но нравится ходить, увлекательно. Для того, чтобы достичь успеха в радиоспорте, обладать мгновенной реакцией и внимательностью недостаточно. Нужно иметь уникальную память, музыкальный слух и в самые напряженные моменты сохранять непоколебимое спокойствие. Все эти качества закладываются в довольно раннем возрасте. Обычно в этот специфический спорт приходят дети с 7-9 лет. В Бресте любители скоростной радиотелеграфии собираются в радиоклубе ДСА, в где их обучают основным упражнениям. Прием на слух несмысловых, буквенных, цифровых и смешанных текстов, передача с использованием телеграфного ключа, компьютерные упражнения. Не только своим трудом, но и усилиями тренера и главного энтузиаста. Валентина Нестерук уже много лет брещане добывают награды на различных соревнованиях. Суть этого спорта в том, что радиоспортсмены с помощью звуковых сигналов, они принимают и передают информацию с разной скоростью. Скорость зависит от того, сколько букв или цифр можно будет передать и принять за одну минуту времени. Так оцениваем мы их в соревновании. Но здесь выигрывает даже не тот, кто больше это сделает по объему, а еще и качество играет роль. Поэтому те ребята, которые у нас занимаются, они в будущем приобретают специальность радиотелеграфиста. Радиотелеграфия – особенный вид спорта. Однако, как и любой другой, требуют дисциплинированности, силы воли и времени. И у наших земляков есть все, чтобы добиться успеха в выбранном пути. А главное – желание.